Я читаю из книги Ивана Петровича Аплет «Капля росы». Чтение на каждый день. Добрые дела не спасают, но свидетельствуют о спасении. Они являются не основанием спасения, а его следствием. Размышления на послание к Ефесянам, 2 глава, с 8 по 10 стихи. Спасены через веру, не от дел, чтобы никто не хвалился. Как Божие творение, человек создан для добрых дел, независимо от того, случилось бы грехопадение или нет. Грехопадение сделало человека погибшим. Он стал нуждаться в спасении, но спастись за счет добрых дел невозможно. Ведь он должен делать их потому, что для этого сотворен. А греховные дела влекут за собой смерть. Это как раз то ужасное зло, которое вошло в нашу сущность при грехопадении, и от которого непременно надо освободиться. Бог спасает нас сам. Спасение – это его дар, который он дает по своей благодати. Этот дар надо принять верой, то есть поверить, что Бог дает спасение незаслуженно. Где же то, чем хвалится? Послание к кремлинам, 3 глава, 27 стих. 2 глава, 24 стих. Человек сотворен для добрых дел, но вследствие грехопадения стал делать зло. Когда же он верой принимает спасение, Бог выводит его из этого состояния, и человек начинает делать добрые дела. Это присуще спасенным. Поэтому, если человек не делает добро, он свидетельствует о том, что еще не вошел в спасение. Добрые дела не спасают, но свидетельствуют о спасении. Они являются не основанием спасения, а его следствием. Спасение соединяет нас с Господом. Так что в новой жизни мы пользуемся уже не своей силой, а Христовой. И это лишает нас права хвалиться добрыми делами. Если же мы все-таки хвалимся, то приписываем себе чужое, а это ложь. Господь не может участвовать в такой лжи, поэтому перестает давать силу для праведной жизни, и человек возвращается к старому, к жизни по плоти. «Хвалящийся хвали с тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне», — говорит Господь. Книга пророка Иеремеи, 9 глава, 24 стих.